ребят ну вот после того как все отковали почистили собрали наступает самый ответственный момент это покраска вот покраску я точно не люблю это точно не ее никто не любит из нас вот ребята сейчас я уже там обзор стать и дело про покрытие вот ребята тоже красят у сейчас так григорь чем вы сейчас красите это водяная краска кроме металл называется выпускали где-то у нас в северловской области из между очень хорошая краска в плане красить внутренние какие-то дела которые стоят и не на улице но это вот в доме что что все что в доме можно красить она чем хороша у нее укрываемость хорошая да и она быстро сохнет и она не пахнет без запаха то есть вот это вот вообще просто рай вот можно два раза покрасить да ты успеваешь и она такая это матовая по у нас вот это вот матовая ребят не грянцы это матовая краска и это очень хорошо идеально растекается я тоже и красил тоже меня на пану не понравилось мы же этот вешалки что же ей красили то есть вообще зачет очень такая бодрая краска вот она улицу ребята красит и курилой а там какая вот и курила и курила у нас как она панцер и мали полуглянцевая тоже зарекомендовала за уже десять лет наверное нашей работы очень хорошо себя цена и качество есть дороже краски я не считаю что они лучше и курила она вполне достойно для вот для улицы в наших условиях для улицы конечно дороже намного чем при маленьком но она себя оправдывает но на урале потому что у нас и перепады и все остальное то есть то есть у нас качество вещей нужно должна быть вот сейчас вот видите покраска полным ходом то есть тут вообще потом еще все там затюнингуется то есть и так далее и тому подобное то есть чтоб все понимали что тут не все так просто то есть мало того что открывать потом это еще надо доводить 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 доẫn какие-то вещи мы красим краска путь-бnar но это когда большие уже там какие-то ворота ли полотно нам надо большой просто покрасить потому что кисточка будут маски первой краски много уходит в возрух во вторых не все места прокрасятся кисточкой прокрасишь абсолютно все д gola если краска пультом красишь на улицу какие-то вещи не кисточкой она потом будет ржаветь потому что укрываемость с краскопультом слишком тонкий слой. Во-вторых, не во все места попадет краска. Поверхностное натяжение называется. Да, да. Ну вот на этом как бы все, потому что у меня что-то аккумулятор тут садится. Что-то у меня тут капец. Так что вот, ребята, потом, сейчас вот она подсохнет, посмотрим, как там еще будет. Так что вот такой кратенький обзорчик. Всем всего доброго, всем пока.